Привет друзья! Российские военнослужащие показали начинку не сработавшей российской кассетной авиабомбы РБК 500 ШОАП-05. Ранее мы о бомбе РБК ШОАП-05 рассказывали. Техническая информация в ссылке на видео в комментариях к ролику. Вот так вот мы отсоединили хвостовую часть способом. Были две гайки накручены, тем самым зажатый хвостовик был. Дальше смотрим уже видим сама камера в которой хранится суббой припас. Ну и теперь будем пытаться дальше. Здесь у нас встретились еще гаечки. Как говорится боже помогай. По идее сейчас две гайки скрутим, можно будет снять крышку и безопасно получается вынуть все вот эти вот шарики весом по 500 грамм. Но мы максимально на это надеемся. Вот они высыпаются аккуратно. Как было и написано, что они аккуратно при сборке данной бомбы, они не укладываются. Они просто насыпаются туда произвольно. Поэтому есть допустимая плюс-минус там 5 штук, сколько их сюда влазит. Честно говоря цифру не помню точно. Ну там что-то в районе четырех штук. Вот пока они в бомбе, скажем так, в кассете и не упали, не произвели полет, скажем так, не раскрутились. Они инертны, то есть они не взорвутся, они не взведены ни на боевом взводе. При высвобождении из кассеты вот эти шарики начинают с помощью этих бороздочек раскручиваться. Ты скажи, что раскрытие происходит не менее чем на 300 метров для начала. Им нужно около 300 метров для того, чтобы... Пролететь, чтобы высвободилось сначала вот первый идет предохранитель, затем идет второй предохранитель, который уже внутри, который ставит его уже на боевой взвод. Внутри там идет у нас инновационно-ударный детонатор, который при ударе об землю уже срабатывает и срабатывает сам взрыв, происходит данной данной бомбочки. 311, если не ошибаюсь, здесь поражающих элементов в виде шариков, как подшипнички маленькие. Вот. Площадь поражения 500 метров на 600 метров. Кругом, как бублика вложится. Страшная вещь, видео смотрел. Кошмар.